Пока гостей на Красной Поляне еще не так много, все ждут открытия горнолыжного сезона. Основной наплыв будет на новогодних каникулах. Как уверяют организаторы зимнего отдыха, в этом году с парковкой личного транспорта проблем быть не должно. Но все же власти предпринимают дополнительные меры, чтобы не допустить транспортных перегрузок. На время новогодних и рождественских праздников гостей Красной Поляны призывают отдать предпочтение общественному транспорту. Тем более, что подвижной состав как электропоездов «Ласточка», так и автобусов будет увеличен. К примеру, интервал движения автобусов на самой Красной Поляне составит 5-7 минут, а провозная возможность от 800 до 1000 человек в час. Созданы перехватывающие парковки на въезде Веста-Садок и на улице Очишковская. На трассе от Магри до самой Красной Поляны установят дополнительно 7 мобильных табло с оперативной информацией о количестве свободных парковочных мест и возможных ограничениях на въезд в горный кластер. Между тем, горнолыжные курорты вовсю создадут дополнительные парковочные места. К примеру, на «Розе Хотор» у финишной зоны «Роза-стадион» обустроена новая парковка на 800 машинных мест. Это вдобавок уже имеющимся машинаместам в долине. Установлено специальное табло, показывающее наличие свободных мест. Мы организовали практически вторую зону входа в наш курорт. Она находится на отметке 960 метров. Это объект, так называемый «Роза-стадион», который включает в себя огромную парковку на 800 машиномест. В прошлом году у нас там было порядка 250, в этом году мы довели до 800 машиномест. Причем парковки бесплатные. Кстати, в пешей доступности от новой высокогорной парковки находится станция канатной дороги с пунктом продажи скипасов. И здесь они будут стоить дешевле, чем внизу. А на курорте «Горкий город» кроме подземных парковок обустроены места для машин на высоте 540 метров, там 1350 мест и 234 парковочных места на отметке 960 метров над уровнем моря. Мы располагаем одной из систем мировых лидеров, что позволяет отслеживать, скажем так, состояние парковок. Это система скидата, она идентифицирует каждую машину, поэтому инцидентов я очень надеюсь, что в этом году мы избежим. Поэтому мы располагаем платной парковкой, естественно, но для проживающих у нас целая разработанная система скидок. Не останутся без возможности припарковать свои автомобили гости горно-туристического центра «Газпром». Здесь построены многоуровневые стоянки, в том числе на территории Альпека-сервис. Сейчас городские власти вносят коррективы и в работу экскурсионной сферы. На полпути между горным и прибрежным кластерами на автомобильной развязке у села Молдовка будут дежурить сотрудники всех трех горно-лыжных курортов «Роза Хотор», «Газпром» и «Горкий город». Их цель – проверять наличие пропусков для экскурсионного транспорта. Для таких автобусов будет создана единая диспетчерская служба. Помимо этого, на дорогах самого горного кластера и на подъезде к нему выставят 14 мобильных постов ДПС, которые будут перераспределять транспортные потоки. В целом же горный кластер сможет единовременно принять 4722 машины. Именно столько мест предусмотрено на парковках. Въезд на Красную Поляну разрешается только на зимней шипованной резине. Автомобилистам, планирующим поездку в горы, рекомендуется заранее учесть это обстоятельство. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».